всем здравствуйте сегодня я решила записать именно такое видео просили одни из подписчиков моего канала и это ребят немаловажный фактор в уходе за такими орхидеями они очень любят воду они очень любят пить и засуха для этих орхидей может быть чревато в дальнейшем уходе они начинают проявлять и показывать именно тот фактор что воды не хватает сейчас я вам покажу как я стараюсь их содержать и конечно ребят для тех кто знает не знает у меня были холодные подоконники сейчас я их утеплила именно вот так такие орхидеи водохлебы я могу содержать но если у вас нет такой возможности и у вас подоконники холодные лучше всего так не делать иначе вы заморозите корневую систему и орхидея будет болеть но не дай бог отправиться в орхо рай перед вами стоят всего лишь несколько орхидей водохлебов все я сюда не стала приносить но для того чтобы не затягивать видео смысл будет один и тот же давайте начнем вот с этой орхидеи это орхидея сорта балбина изначально она ко мне пришла с плохой уже ну где-то процентов на 60 гниющий корневой я ее восстанавливала у нее был тургор очень сильно потерян в этом видео можете посмотреть как его моментально восстановила и орхидея начала восстанавливаться и жить быть и все у нее хорошо вот в это кашпу я ее пересадила по у типу закрытой системы я знаю что закрытая система очень хорошо стимулирует орхидея на наращивание корневой системы но буквально недавно я стала у нее замечаете вот такой фактор закрытой системе я предполагаю полный полив даже мне как-то в комментариях писали как ли на вообще для чего вы орхидеи поливаете в закрытой системе полностью но я люблю полностью погрузить и полностью оттуда водичку слить для меня это приемлемо нормально и были холодные подоконники оставлять воду на дне я не могла для того чтобы мне не заморозить корни сейчас я стабилизировала температурный режим на своем окне и без проблем могу их содержать в воде почему эта орхидея является водохлебом буквально полила ее перед записью видео смотрите у нее картина такая когда у нее начинают сереть корни орхидея начинает терять тургор прям моментально она теряет тургор грунт он вот чуть ли не вот такой вот весь влажный когда вода отсюда полностью уходит он все равно остается влажным но вот такой же как вот здесь наверху при этом начинают сереть корни и орхидеи этого недостаточно казалось бы полив и при таком мокром сильно увлажненном грунте но не нужен а нет этой орхидеи нужен и когда я замечаю что у вас здесь водичка уже теряется испаряется я и вновь подливаю если я не буду воду сюда подливать орхидея просто-напросто начинает терять свой тургор но сейчас уже где-то на протяжении недели как только я восстановила свои окна я ее содержу именно вот так ранее мне и приходилось очень и очень часто поливать даже при том условии что грунт у нее влажным все проблему мы решили содержу ее вот в таком болоте и ребят это нравится орхидея она прекрасно здесь наращивает корни после болезни их постепенно восстанавливает данная орхидея мне была отдана ранее про нее абсолютно ничего не знала я ее пересадила сразу же по типу закрытой системы но не знаю что то мне подсказала что необходимо сделать именно вот так и как оказалось я не прогадала вообще она у меня цвела красиво цвела и она цвела вот так но цветение полноценного она не дала лишь только потому что я ее засушила опять же я ее не могла содержать в той важной среде которой ей необходимо из-за моих нехороших тогда холодных подоконников сейчас уже я ее содержу вот именно так и полагается содержать орхидеи в закрытой системе видите грунт у нее полностью влажный корни у нее полностью зеленая как только у нее начинают корни вот так сереть везде вот здесь внутри грунта орхидея тоже начинает терять тургор вот вы не представляете настолько ей необходимо дать воду что она теряет тургор что я делаю сейчас как только вижу что корни у нее начинает сереть я ее сразу поливаю прям водички и вот уровень дренажного слоя наливаю вот сюда здесь пеностекло буквально вот столько воды и все орхидея пьет и продолжает расти нормально полноценно без потери тургора с такой же проблемой я столкнулась вот этой орхидеи сорта ола это моя деточка которая выросла из пневматеринское растение стало пнем и знаете вот до сих пор еще видно что тургор у нее не до конца восстановлен но уже ситуация получше я ее куда только не пересаживала и как только не пересаживала в итоге посадила в закрытую систему и в результат у нее пошел она начала наращивать корни но вот эти она сейчас закупливает пока активных не вижу но тем не менее когда я начала содержать ее вот в этом мокрой и влажной среде посмотрите насколько сильно грунт увлажнен до самого верха и только сейчас орхидея начала восстанавливать прекрасно тургор но здесь у меня препараты я не хожу опрыскивая все я вижу что орхидеи это нравится идти тем самым я понимаю что она является водохлебом также вот этот листик видите местами заморщинился это опять же говорит о том что ей не хватало влаги сейчас она лист восстановила но восстанавливает все у нее твердые и упруги давайте глянем вот на эту орхидея это сорт лека фантастик было мне отданным и уже успела у меня процвести я ее восстанавливала адаптировала все у нее нормально и что хочу насчет нее сказать она у меня вообще изначально сидела намного выше я ее потом вот так немного ниже загубила все для того чтобы она начала побыстрее наращивать корни потому что даже те корни которые внутри грунта у нее были но я их отстригнула плохие а вот эти корни они как бы воздушную и орхидея не было тех корней за счет которых она могла жить поэтому мне пришлось ее опустить ниже и пошел хороший активный рост также изначально когда я ее поливала погружала вроде бы смотрю по грунту грунт влажным корешочки сереют и мне казалось что этого полива ей достаточно но опять же теряется турбер у листа и это меня сподвигнула на ту мысль что мне необходимо орхидею содержать в влажной среде сейчас водички у нее маленько подубавилась было в уровень дренажного слоя столько воды она выпила и сейчас когда она содержится вот так орхидея чувствует себя прекрасно у нее и тургор не теряется и она начала активнее и быстрее наращивать себе корни это орхидея деточка изначально мы поменяли с одной из своей покупательницы она уже целом не было домашних стене и не могла я никак долго приручить к своим условиям и научиться за ней ухаживать эти ребят тоже необходимо делать почему изначально она сидела почти в таком же горшка только объем у нее был чуть побольше мне ее пришлось сюда пересадить потому что часть каких-то корней пропала чем меньше объем для наращивания корневой тем лучше и в итоге что же с ней было не так я вот ее поливаю я ее погружаю и то же самое тургор вот теряется и теряется и и вроде бы знаете полил через три дня ей опять необходимо пить теперь я содержу орхидею вот так горшок горшок поставить не могу если даже ставишь вот в такой горшок там тесно и воздуху ниоткуда будет выходить я решила что нация флору на низ я ее поставлю водички и сюда в целофлору подливаю их грунт тем самым напитывается и когда орхидея у меня стала вот так сидеть в постоянном увлажненном грунте видите корни у нее постоянно влажные вот такие то и орхидея начала чувствовать себя замечательно у нее листья стали все торчком она новый листик начала наращивать и также быстро и моментально начали наращиваться корни а все лишь ребята потому что ей ранее не хватало у и воды того полива которое я ей давала ну что ж думаю теперь у меня условия позволяют буду я конечно и такое предполагала ранее что ей не хватает просто-напросто воды от орхидеи водоклев водохлеб но на своих подоконниках вот так содержать ее ранее не могла теперь у меня руки развязаны теперь она стоит на воде и вот такой прекрасный результат я вижу у этой орхидеи еще один водохлеб это орхидея сорта будда я также ее прикупила у своей покупательницы такие однако обменялась и это же самая картина орхидеи здесь достаточное количество армии но знаете я бы сказала наверное процентов 60 корни процентов 40 это грунт и мне ее приходилось поливать каждые допустим 45 дней вот прям постоянно я ее полью у нее даже весь грунт высыхал когда я с ней намучилась и надоело поливать и я решила ее содержать именно вот так горшок в горшок сейчас орхидея стоит именно вот так в воде то есть корнями касается воды это постоянно и теперь у меня проблем с поливом ее нет как только я вижу что вода отсюда уходит то есть ну где-то наполовину водичка уйдет только потом я ей подливаю сюда вновь воды за это время корешочки немного успевают просохнуть и тем самым орхидея чувствует себя нормально но тургор у нее ранее не был потерян но тем не менее по ее состоянии я замечаю что именно вот так содержать орхидею для нее самый оптимальный вариант вот такой водохлеб у меня еще один появился это мне муж ее подарил сейчас она наращивает вот цветоносик и также наверху видим еще один цветонос и когда орхидея на цвету им необходимо максимальное количество воды и в грунте у нее посмотрите вот такая красивая картина с корнями огромное количество здесь наверно у нее корней процентов 80 а грунта его мало и соответственно когда именно вот такое соотношение много корней но мало грунта потребление воды становится колоссальным их необходимо поливать а я ее также поливаю и замечаю что через два-три дня у нее корни уже серые и также она начинает морщинить листья вот даже местами видно что еще морщинки сохраняются и теперь как только я и нажила кстати вот корешочек прорастает у нее сквозь горшок начал тянуться к воде как только я заметить стала замечать что ей не хватает и мне приходится ее часто часто поливать я ее содержу именно таким же образом вот этот корень который у нее пророс видите он касается воды он прям чувствует эту влагу и начинает расти в воду и это орхидею не портит и заключение вот тот самый водохлеб которую сподвину у меня вообще на запись данного видео это красавец бегли по вот так он будет свести пострадала опять же за то время когда за ними не ухаживала случилась корневая гниль и что хочу сказать что я ее здесь восстановила все у нее было хорошо нормально вот так вот корни наращивает и также на вот так корнями обросла я погружала именно вот поливала в этом кашпо поливаю вижу что грунт у нее также вот там вот он такой же мокрый такой же увлажненный но как только вот эти корни начинает сереть орхидея моментально начинает терять турбер посмотрите вот так же местами можно замечать что морщинки они были вот они морщинки как только я стала видеть такую ситуацию что ей вроде бы полив случился что тебе еще надо оказывается не просто-напросто не хватает того полива которой я не даю как только начала орхидею содержать вот в этой воде как я называю вот в этом болоте она моментально преобразилась у нее буквально за три-четыре дня восстановился весь турбер все она чувствует себя великолепно и это говорит лишь просто-напросто о том что ей не хватало того полива и той воды которая я ей давала сейчас вот это болото и и вообще вполне устраивает она здесь чувствует себя прекрасно бят изначально видео у меня не записалась вот про эту орхидею что я вам хотела сказать запишу сейчас как видите это орхидея которая сидит в обычном кашпо даже здесь внизу есть отверстие и в обычной посадке изначально она сидела в грунте это был мох вот так вот сидит прекрасный здесь адаптировалась шучку себе наращивать его даже сейчас по корням видно что они серые по грунту видно что он сухой и орхидея чувствует себя хорошо нормально я сейчас не требуется такого огромного количества воды потому что при том что у нее сухой грунт сухая корневая и тургор листьев нормально она их не морщинит листики являются твердыми упругими и это говорит о том что даже вот этого полива с просушкой орхидеи достаточно содержать в закрытой системе возможно для нее будет чревато поэтому никаких мер не предпринимаем сидит здесь поливая как обычным методом погружения и орхидею все удовлетворяется и в заключении ребят что хочу сказать поймите меня правильно не каждая орхидея способна расти жить и быть в таком болоте а все лишь потому что именно вот орхидеи водохлеб мы вот я выявляю по прошествию времени все эти причины и факторы я вам уже рассказала из-за которых мне приходится их содержать в такой влажной среде при таком огромном количестве воды бывает так что вот я допустим усаживаю какую-то орхидею по типу закрытой системы и я знаете замечаю такую картину что вот даже если водички там оставляешь а закрытая система подразумевает что это большая интенсивная влажность постоянная влага постоянная вода внутри грунта если я замечаю такое что вот эта влага которая там накапливается и орхидея начинают чувствовать себя плохо то есть она начинает портить и гноить корневую это говорит о том что именно закрытая система именно большое количество влаги орхидеи не подходит я либо ее начинаю оттуда пересаживать либо проделываю отверстие вот как здесь допустим здесь отверстие дел и вот так по всему периметру я делаю отверстие но если я замечаю что у меня орхидея сидит вот допустим в нормально обычно посадки и каждый раз мне приходится поливать поливать опять тургор теряет и что-то вот с ней происходит не то и при этом корневая нормальная корневая хорошая но листья морщинятся вот листья начинают морщиниться орхидеи только в двух случаях либо у нее случилось какое-то заболевание либо орхидеи просто-напросто не хватает воды и также вот смотря даже вот на эту орхидеи которая сподвинула меня на это видео корневая это у нее хорошая она у нее нормально местами активно но тургор теряет вот что тебе надо дорогая а все лишь на просто оказывается что ей не хватает влаги ей не хватает воды и поэтому мне необходимо чтобы мне не засушить орхидеи чтобы она чувствовала себя комфортно содержать именно в такой влажной среде поэтому наблюдайте за своими орхидеями если нет никаких гнилостных процессов и полива и не хватает яркий депрям на глазах начинают увядать и портить свой тургор значите просто-напросто не хватает воды делайте ровно так же как делаю я а есть ребят такие орхидеи которые вот прям изначально садишь в закрытую систему но в первую очередь я в закрытую систему их сажу лишь для наращивания корневой системы либо когда я вижу что у нее но огромное количество воды чтобы лишний раз так скажем не париться спалил я их туда усаживаю но если по прошествию времени начинает закрытая система портить корневую либо орхидею все устраивает и тем самым мы делаем такие выводы либо орхидея водохлеб либо орхидеи не подходит закрытая система есть даже определенные сорта орхидеи которые прям водохлеба их так называют орхидея водохлеб изначально мы знаем и понимаем но если прямо глубоко интересоваться там сортами а что за это сорта как он любит воду вообще-то какую он любит среду то вы можете прям для себя купить орхидеи водохлеб но вот прямо сейчас на память мне не приходит это если вы знаете вы можете мне видео в комментариях написать именно сорт орхидеи водохлеба и повторюсь еще раз что такие орхидеи содержать прям сильно во влажной среде можно лишь только когда когда у вас нет холодных подоконников сейчас не руки развязаны и сейчас я могу это делать у меня температурный режим 22-25 даже такое достигает и как вы заметили у меня все эти орхидеи сидят в достаточно таки в логоемком грунте конечно бывает такое что сам грунт по себе не впитывается а это но скорее всего кора даже ли и либо обычная кора которую вы сами готовите которую вы покупаете в магазине и но она может просто-напросто воду не впитывать а у меня архиата она у меня влагоемкая и при всей ее влагоемкости орхидеям не хватает воды поэтому думайте сами решайте сами и обязательно наблюдайте за своими орхидеями думаю что данное видео было для вас познавательно всем всего самого доброго всем пока